Привет! Скажу сразу и честно, еще не закончился июль, но я уже снимаю видео о капсуле на август и буду вам рассказывать о своих впечатлениях об июле. Почему так? У нас планируется сейчас, мы будем проводить курс по планированию, причем он будет такой в режиме прямых эфиров и довольно много моего ресурса, я думаю, на это уйдет, поэтому я некоторые видео записываю чуть пораньше. Что я могу сказать про июль? Июль был довольно теплым, никаких таких супер неожиданностей типа затяжных дождей или запах снег пошел, ничего такого не было и в целом все было примерно так, как я рассчитывала. Носила ли я все вещи, которые выбрала, при том, что я всего выбрала 10 вещей себе на месяц? Нет, и сейчас я расскажу почему. Частично это связано именно с погодой, пока, по крайней мере, у меня не было необходимости надевать такую, я выбирала футболку с длинным рукавом, как раз на случай, если будет прохладно. Не было пока, по крайней мере, прохладно, мне хватало других вещей, которые я носила. Наверное, 80-90 процентов времени я проходила вот в таком виде, как я сейчас сижу, потому что было тепло, мне было совершенно комфортно, с голым животом, и вот эта юбка, она супер легкая такая, она вообще никак не греет, но погода соответствовала. Несколько раз, несколько раз утром я выходила на улицу, было довольно прохладно, надо было погулять с собакой, я в этот момент надевала либо вот на вот это вот все сверху свою кожаную косуху, либо я надевала водолазку и свое серое длинное платье, и еще сверху водолазку, но этого вполне достаточно, даже если будет, ну, наверное, градусов плюс 10-12, я не замерзну в такой одежде. Я сказала, что я не носила серую футболку с длинным руковым, потому что не было необходимости, было тепло, и я не носила ни разу, по крайней мере, до данного дня, я не надела свои белые шорты. Многим они нравятся, мы с вами обсуждали, что вот там модно, не модно, подверни, отверни, разная длина, но по факту так получилось, что я действительно ни разу их не достала. Почему? Это вот кто не любит долгие рассуждения, знаете, такие там типа, ой, ты слишком много копаешься в отношениях с вещами и вообще как можно столько времени тратить на размышления о потреблении, но вот у меня иногда такое случается, поэтому перематывайте, я внизу обычно прописываю, в какой момент какая тема начинается. Так вот, для тех, кто остался все еще в этом моменте, белые шорты я не носила по нескольким причинам. Во-первых, у меня все вещи, которые я беру в капсулу, они в том числе являются домашними, то есть у меня не то, что я там вот выбрала 10 вещей, в них выхожу там на прогулки, на встречи с подругами, в кино хожу или в магазин, нет, это вот те вещи, которые я на самом деле ношу все время. У меня нету отдельно каких-то там домашних вещей, отдельно уличных вещей, я не езжу в общественном транспорте, я не трусь где-то в магазинах, ну я не знаю, где там можно тереться, но в целом у меня вот нету ощущения, что я в какой-то враждебной среде, и мне обязательно там после того, как я вошла домой, надо немедленно все поменять, обработать санитайзером, ну да, руки я мою, но полностью менять одежду, но если я поеду в общественном транспорте, да, я переодеваюсь после этого, или если бы я ходила в офис, возвращаясь домой, я бы тоже переодевалась, но здесь я выхожу из дома, дошла до магазина, что-то там купила, пришла домой, я не переодеваюсь, точно так же вышла с собакой, тоже не переодеваюсь. Так вот, эти белые шорты мне не настолько удобны, чтобы хотеть в них проводить много времени, то есть вот если бы я их, допустим, с утра надела, да, и вот так вот не просто на прогулках, вот все время в них находиться, мне не настолько удобно, они достаточно жесткие, и я понимаю, что вот, ну как-то они движение сковывают, хотя они мне по размеру, они на мне нормально абсолютно сидят, но это вещь, которая не такая комфорт-стайл, в которой ты можешь делать все, что угодно, там, не знаю, приседать спортом, заниматься с детьми, играть на голове, стоять, вот не совсем это такая вещь. Следующий момент, почему я их не носила, я уже говорила, что у меня не очень все-таки складываются отношения с белыми вещами, хотя вот юбка, но она не белая, конечно, да, такая кремовая на мне, и с ней у меня вроде все неплохо, но эта вещь, она синтетическая, она очень легко отстирывается, она не впитывает красители, ну, даже если она чем-то там покрасилась, при стирке это все очень легко отходит, а хлопковые, стопроцентно хлопковые шорты джинсовые, белые, они просто вообще, ты к чему не прикоснись, сразу остаются пятна, эти пятна потом плохо отстирываются, либо вообще не отстирываются, и вот у меня все время такое вот отношение, что это такая вещь, как бы, ну, не для постоянного использования, не для повседневной жизни, если я их надену и буду там, ну, три-два-три дня носить, да, до следующей стирки, мне кажется, что, ну, вот там через две недели они вообще уже выйдут из строя, и это очень, ну, как бы нездорово, да, я увижу, то есть, с одной стороны, мотивация у меня не совсем такая, но я вижу в себе признаки поведения, не знаю, там, вот своей прабабушки, да, которая не хотела использовать какие-то вещи, просто потому что, ой, ну, я вот сейчас использую, а потом не будет, да, я не смогу другую такую же вещь купить, я, с одной стороны, прекрасно понимаю, что, господи, ну, эти шорты, не знаю, они стоили 20 евро, наверное, я этих шорт могу купить, не знаю, сто, да хоть тысячу штук, ну, с другой стороны, зачем, и получается, что я точно так же их как бы, типа, берегу, что вот они, там, если я их буду часто стирать, часто носить, они быстро выйдут из строя, и не потому что мне еще раз жалко денег, или потому что я думаю, что я не смогу купить такие же, примерно такие же, или даже ровно такие же я могу купить, но у меня именно к этой вещи такое отношение, что вот там я ее купила, но купила в масс-маркете, у меня как бы есть такое какое-то отношение, что я где-то, наверное, ну, не то чтобы предала свои идеалы, да, но поступила не совсем так, как я поступаю обычно, обычно я стараюсь покупать вещи, если я особенно не уверена, что это вот прям то, что я буду 100% носить и много носить, я стараюсь покупать вещи в секунде, как бы ты потестировал, да, понял, что да, вот эта вещь классная, подобные вещи мне подходят, после этого можно уже, я с более спокойной совестью покупаю в обычных магазинах, если мне надо. А здесь не так, здесь я купила эти шорты, я их купила в Бершке, кажется, год назад, и вот я как-то к ним никак подход не найду, то есть мне все время кажется, что если я начну их носить, они быстро испортятся, и вот я чувствую вины, что я как бы купила вещи, поддержала не самого этичного производителя, да, и еще я эту вещь там быстро сношу. Ну, в общем, необъяснимо, как это, какой-то маразм, и, ну, вот я вам рассказываю, как есть, кто будет меня осуждать, заблокирую. Есть ли какой-то из всего этого вывод? Ну, вот чисто на эмоциональном уровне у меня, честно говоря, нету никакого вывода, но чисто логически я понимаю, что либо вещь надо просто отдать, да, ну, то есть у меня вот с ней ступор, как бы я ее и носить не могу, и получать удовольствие от того, если я себя заставлю ее носить, я и удовольствие получать не буду, потому что, ну, потому что то, что я говорила раньше. И вот в итоге логически получается так, что, наверное, просто действительно лучше отдать, потому что это, ну, вот не та идеальная вещь, в которой я могу жить. Да, это вещь, в которой я могу выйти на прогулку, но я все-таки в своем гардеробе стараюсь держать для себя по большей части те вещи, которые для жизни, а не которые на случай приема у британской королевы, который даже если и случится, то я, наверное, захочу купить себе новое платье в таком случае. Были ли в течение этого месяца у меня какие-то нарушения, надевала ли я что-то другое, что не входило в озвученную капсулу? Я надевала купальник, я загорала и ходила в бассейн с детьми, с мужем, и, да, это вот та вещь, которую я считаю, что надо учитывать, когда мы что-то считаем, сколько вещей мы используем, но купальник я считаю, что считать надо. Хотя каждый сам свои правила придумывает, кто-то и носки, и белье считает, например, кто-то считает, что купальник и спортивную одежду считать не надо, я для себя считаю, что все-таки надо, и вот купальник я в июле использовала. Были ли у меня какие-то сложности, мне в чем-то там где-то что-то было неудобное, но вот кроме того, что я решила, что мне будет неудобно в шортах, я их просто не носила, в остальном все было супер, мы опять там и на всяких лодках плавали, и гуляли много, и ходили много, и та одежда, которая у меня была, ну, по факту, собственно, там, платье и юбка, да, никаких проблем у меня не вызывали, в кроссовках мне не было жарко, при том, что у нас не было какой-то, знаете, феноменальной жары, типа там 38-40-50, ничего такого, у нас скорее, ну, до 30 все было, скорее даже там в районе 24-25, вообще, я считаю, что очень приятные для проживания июля здесь у нас, ну, если не считать всяких наводнений, но нас это, слава богу, не затронуло. Очень сопереживаю и сочувствую, конечно, тем, кого это коснулось. Ну, давайте быстренько пробежимся по тем вещам, которые я планирую носить в августе. Вообще, август, ну, для меня, наверное, это последний летний месяц, то есть в сентябре я уже прям чувствую, что настроение такое осеннее и чаще всего уже не настолько тепло, чтобы ходить, как сейчас. Поэтому я в август решила взять те вещи, которые из летних я хочу максимально доносить и, скорее всего, по итогам августа от них избавиться. Во-первых, это вот этот топ. Я не знаю, что с ним будет, с тканью все нормально, несмотря на то, что я его довольно много стирала, как вы понимаете, я очень много вещей носила в этом месяце и стирала чаще, чем обычно. С этим топом в целом все хорошо, кроме того, что мне кажется, что у него как-то подрастянулась вот эта резинка и он больше спадает, чем мне хотелось бы, чем я привыкла. С этой юбкой тоже есть вопросы. Ну, то есть, когда ты вещь носишь просто вообще не снимая, она, естественно, изнашивается больше и за счет стирок и больше шансов, что ты с ней что-то сделаешь, особенно в таком режиме, как это делаю я. То есть, я там с утра надела, вечером сняла. То есть, это не то, что ты вышел ненадолго, после этого пришел домой, надел растянутые треники и вот у тебя вещи красивые лежат. У меня вещи постоянно в использовании. И эту юбку, на ней уже довольно много всяких зацепок, каких-то маленьких дырочек, где-то кто-то зацепился, где-то собака там чуть-чуть коготком. Плюс у этой юбки есть подъюбник такой, ну, то есть, непрозрачные, не только вот эти вот сетчатые слои. Вот. И, ну, в общем, не будем выдаваться в подробности. Так получилось, что этот подъюбник мы с мужем слегка порвали. Ну, в общем, черт, теперь это звучит как-то неприлично вообще. В общем, так получилось, что он меня взял на руки и мы, в общем, порвали этот подъюбник. Просто неудачно меня схватил. Вот. Поэтому эти вещи я буду донашивать. Две вещи. Это топ, это юбка. Естественно, я буду продолжать носить свои кроссовки. Пока с ними все хорошо. Я их относила, наверное, месяца полтора. Пока все нормально. Но, как известно, вещи имеют обыкновение изнашиваться. Особенно, когда ты их носишь каждый день. У меня нет никаких заблуждений насчет того, что они мне прослужат пять лет. Я думаю, что при таком использовании, ну, не знаю, год, наверное, максимум, может, кроссовками пользоваться. Следующая вещь, которую я планирую носить, это как раз та вещь, что, ну, вот у тебя же есть летние вещи. Когда же их носить еще, как не сейчас? Если я эту вещь не носила в первые летние месяцы, то хотя бы поношу в августе. Это такой топ на завязках от D-Golf. Я его довольно редко надеваю, но при этом, в принципе, он мне нравится. Это вот такая вещь тоже непонятная, которую хочется пощупать и понять, вот ее все-таки оставить или все-таки избавиться. То есть хочется побольше с ней повзаимодействовать. Для тепла я планирую носить свою джинсовку. Я по ней соскучилась за месяц. Я специально как раз ее откладывала на месяц и брала в предыдущий месяц косуху. Сейчас я поняла, что очень прям скучаю по джинсовке. Хочу ее носить для тепла. И последняя вещь, которую я хочу носить, это вот это вот знаменитое, если вы смотрите мой канал давно, знаменитое платье под названием «Голландская печь», мы его так называем. Этому платью не меньше 15 лет, мне кажется, больше. Я его купила в американском секунде как раз лет 15 назад. То есть на самом деле ему, конечно, больше, потому что я его не новым купила. И это платье, которое уже, несмотря на то, что я его прям очень люблю и мне действительно очень... Это та редкая вещь, с которой мне тяжело действительно расстаться. Наверное, я в конце августа от него все-таки избавлюсь. То есть я вот хочу август сделать таким месяцем добивания для некоторых вещей вот этого платья, этой юбки, возможно, этого топа. И что еще? Да, я буду носить солнцезащитные очки темные, буду в этом месяце носить свои голубые очки, которые такое золотое правило. В конце еще раз напомню, что я не стилист, я не какой-то модный фэшн-блогер, я просто человек, который пытается нащупать какие-то свои личные отношения с вещами, потому что у меня как раз в анамнезе не очень хорошее отношение с вещами. Я не была никаким шпаголиком в отношении косметики, например, каких-то предметов для дома, каких-то кухонных штучек. Но с одеждой именно у меня были не очень здоровые отношения, и именно поэтому я до сих пор интересуюсь этой темой и снимаю какие-то такие видео и составляю вот эти вот капсулы, чтобы где-то лучше себя понять, где-то расстаться спокойнее с какими-то вещами. В общем, каждой вещи у меня свой подход, как вы, наверное, могли заметить. На этом все. Увидимся в подобном видео через месяц и будем уже составлять осеннюю капсулу. Пока!